В Министерстве развития Дальнего Востока и Арктики подготовили законопроект для запуска упрощенного механизма получения земли в регионах арктической зоны России. Нормы нового документа разработаны по аналогии с дальневосточным гектаром, но не повторяют его. Но разница колоссальная. В первую очередь регионы сами определяют те места, земельные участки, которые они будут предоставлять по этому федеральному закону. Это главное отличие от существующих сейчас норм в дальневосточном гектаре. Определив территории, регионы согласуют их с Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, Общественным советом арктической зоны, а потом закрепляют в региональном законодательстве. Закон должен вступить в силу 1 июня 2021 года, чтобы люди смогли оценить предлагаемые участки летом. Данная мера позволит узаконить, в том числе, многие усаденные земельные участки, которые сейчас находятся у жителей Арктики, особенно с крупными городами. Взял так, чтобы эти земельные участки оставили их собственностью. Причем сделать это можно будет без участия чиновников через федеральную информационную систему. Приоритет отдадут местным жителям. У сибирян будет полгода, чтобы застолбить свой арктический гектар. Потом опция выбора земли откроется и для всех остальных россиян. Такой порядок должен снять возможные конфликты. Другая принципиальная позиция Минвостокразвития – при определении участков обязательно учитывать интересы коренных народов.